Почему они все это делают сейчас так активно? Ведь можно было бы просто игнорировать. Как многие правильно говорят, с этими арестами, задержаниями, наездами на штаб, они вроде нас пиарят, а могли бы просто спускать на тормозах. Вот нет. И типичное объяснение, почему они это делают, это наш агит-субботник, который прошел в городах России в эти выходные. И спасибо огромное всем, кто в них участвовал. Они-то считали, что наша компания — это понарошку. Ну, Москва, может быть, крупные города. А я вижу, вот мне дали статистику. 3000 волонтеров вышли. Ужасная погода. Меня самого нет. Не могу сказать, что прямо сильно продвигали это мероприятие. 3000 человек вышли бесплатно и раздавали эти самые газеты и листовки во многих городах. Распространили больше 200 тысяч экземпляров. А, между прочим, всего лишь 207. Ну, как всего лишь, это много. 217 человек им удалось задержать, что, в общем-то, 8% от всех участников. Но это имеет резонанс. Они хотят запугать большее количество людей, потому что они в страхе, ужасе и кошмаре поняли, что мы с вами, собрав деньги и занявшись этой организационной работой, мы реально создали политическую структуру, огромную, разветвленную и настоящую. У нас сейчас в 80 городах есть штабы, включая так называемые народные штабы, которые люди открывают сами, вообще без всяких денег. И эта политическая структура работает, агитирует, и они осознали, что если это все не останавливать, ну, они же на самом деле будут ходить по городу. И в этом городе постепенно будет меняться политический ландшафт, и он будет меняться. Как бы мы не относились иронически к вот каким-то ребятам под дождем, которые стоят с двумя листовочками, это самый сильный и убойный вид агитации. Когда вот люди, живущие где-то с тобой по соседству, стоят и что-то раздают. Они страшно этого боятся, просто страшно боятся, поэтому отсюда и рейды по нашим штабам, отсюда и вот эти вот смехотворные заявления о том, что, как они там сказали в Москве, что мы методами одиночных пикетов провели скрытое массовое мероприятие. Отсюда и вот эта вся чушь про то, что Волков совершенно уголовное преступление распространил, начальник штаба Леонид Волков, распространил вредоносную программу «Вирус», и поэтому во всех городах, в частности в Красноярске, нужно изымать листовки. Они хотят отнять эти листовки, чтобы этот листочек бумаги не попал в руки пенсионеру, не попал в руки кому-то. Потому что пенсионер, во-первых, он будет в шоке, что вдруг впервые за всю его жизнь какие-то на самом деле агитаторы раздают эти газетки, что есть альтернатива, что существует целая структура, которая сама себя финансирует. Они страшно этого боятся, они трясутся. Сумма больше ста тысяч волонтеров нашей компании их приводит в дикий шок и трепет. Поэтому все это происходит, но именно поэтому мы будем свое давление развивать, и я вас призываю еще раз, ничего не бояться, записываться волонтеры, ставить подписи, финансировать нашу компанию. Мы создали действительно мощнейшую вещь, самую важную политическую вещь, которая сейчас происходит.